всем привет здравствуйте извиняюсь за задержку мы начинаем наш прямой эфир тема нашего эфира сегодня это современный миндаль будем с вами моделировать классный длинный ну и современный конечно же ноготь миндалевидной формы сделаем его красивым марочным приветствую всех сегодня такое настроение у меня я решила сделать что-нибудь прикольное но при этом не заморачиваться с выкладным френчем много нас эфиров на эту тему было поэтому сегодня хочется что-нибудь яркого прикольного но чтобы вы могли потом это использовать в своей обычной жизни на клиентах какую-то эту технику применить где-то она сопряжена с техникой 3d выкладного френча немножко я позаимствовала так что работа сегодня у нас будет творческая еще раз всех приветствую все кто присоединяйтесь давайте поработаем формате диалога задавайте свои вопросы в процессе и я максимально постараюсь на них на всех ответить разворачиваю камеру разворачиваемся напишите пожалуйста есть ли звук все ли слышно потому что у меня сегодня если честно немножечко долго думает instagram работу буду выполнять на себе я подготовила свой ноготок натуральный ноготь убрала длину свободного края вот в таком варианте покрытием никакого нет и будем сейчас с вами начинать добрый да добрый день всем сейчас буквально секундочку настроиться подготовила ноготок первым этапом я его обезжириваю покрытие здесь у меня уже никакого нет мой натуральный ноготь обезжириваю для дополнительного сейчас испарится для дополнительного обезжиривания используя nail prep дегидратант моделировать мы будем классическая работать гелевой системой я кстати сегодня хочу посочетать и гель и акригель в таком варианте поработать нанесла nail prep полностью навес ноготок если у клиента влажный влажная кожа можете и на коже наносить его он испаряется на воздухе и подсушивают видите нас же начинают подсыхать ноготов билей далее наношу ультрабонд грунтовочный препарат праймер тоненьким слоем без нахлёстов и без попадания на кожу нанесла время высыхания праймера в течение минуты нужно его подсушить на воздухе я конечно сейчас буду слегка при не греб при пренебрегать некоторыми этапами для того чтобы время не тратить и далее буду использовать супер бонд в качестве базового покрытия в качестве подложки под твердый кель наношу вот такими взбивающими движениями с отступом от кутикулы в миллиметр протягиваю по всей поверхности ногтевой пластины прям втираю не оставляют толстого слоя именно в такими втирающими движениями прохожусь с одной стороны с другой стороны и мне далее необходимо в течение 30 секунд его подсушить пока подсушивается база мы с вами возьмем форму моделировать будем на формах формы одноразовые формы имеют большую длину часть этой длины мы уберем по линии перфорации ну и я думаю что нам 10 единиц вполне хватит для моделирования а здесь уже такой вариант прям нестандартный подсушили убираю по линии перфорации чрезмерную длину формы снимаю ее с липкой основы накладываю окошко для жесткости всегда это делаю всегда рассказываю на всех своих эфирах я люблю когда форма более жестко когда можно поперечный изгиб зафиксировать более четким его сформировать разрезаю по перфорации и углубляю кошечка форму мы с вами будем моделировать такой арочный миндалевидный ноготок поэтому форму нам нужно установить как на миндаль с заужением но при этом вздернуть ее как на арочное моделирование формирую поперечный изгиб сжимаю форму завожу ее посмотрите завожу ее под уголочки сначала и потом вставляю середину вставляю середину сразу носик формы приподнимаю верхние боковые части фиксирую сбоку пальца стараюсь это сделать на одном уровне сейчас перепроверим отклеиваю форма очень липнет перчаткам поэтому нужно аккуратно достаточно работать и начинаю склеивать нижние боковые части чтобы они равномерно пошли навстречу друг другу вот здесь стык стык чтобы не образовывалась перехлёста и при постановке капелька на форме была ровной поправляю форму одной рукой естественно это не очень удобно делать начинаю выполнять зажим формы у основания ногтевой пластины и плавно склеивать середину форму необходимо заузить очень хорошо очень тщательно посмотреть чтобы она у нас была ровно по фронтальной оси сейчас немножечко подправлю заужаем прям хорошо хорошо зажимаем чтобы ноготок у нас получился узеньким посмотрите форма установлена с значительным вздергиванием носик формы у меня сейчас находится значительно выше чем наивысшая точка на ногти соответственно такая постановка формы предполагает что в зоне свободного края вот здесь у нас формируется поперечная арка но при этом форма заужена фактически я оставлю форму как для стилета склеиваю носик формы чтобы у меня свободный край получился миндалевидным мне носик формы необходимо склеить проконтролировала постановку смотрите сейчас данный момент у меня здесь такой небольшой зазор образовался конечно мы должны этого избегать но так как я на себе это делаю ничего я думаю критичного в данной ситуации у нас не будет форма выпадает просто чтобы сейчас ее не переставлять следующим этапом мы с вами сформируем подложку подложку будем формировать при помощи форм гель клера это скульптурный гель он такой высокой степени вязкость он достаточно густой работать с ним нужно достаточно аккуратно в каком плане за счет густоты он может набирать в себя пузыри воздушные сильно кисточкой не размешивайте также можно с краешку взять необходимое количество и вытащить беру гель сейчас девочки замяла форму вот такие конечно моменты с заломами формы сутка как не пошло изначально залом обязательно нужно убирать чтобы у нас стеночка боковая параллель внутренней стороны была ровная без такого залома вроде бы как я избежал этого процесса выкладываю материал на подложку немножечко его стыкую с натуральным ногтем дохожу до ногтевых вростов с одной стороны также разворачиваю стыкую и дохожу до ногтевого в роста с другой стороны протягиваю определяю себе длину и материал спускаю боковым параллелям также с запасом на опил сейчас боковые параллели у меня будут провисать для того чтобы нам было из чего открыть толщину в дальнейшем по боковым линиям они меня провисают подложку стараемся смоделировать более тоненькую принципе для этих целей можно использовать и например монофаз монофаз который в баночке он достаточно хорошо стоит и поперечную арку держит добавляю также формирую провисающую боковую параллели с другой стороны фактически до семи единиц я выложила длину распределяю материал немножко накосячила конечно я с формой но переставлять уже не буду будем работать с тем что есть разворачиваю подправляю и сушим тоже подсушиваю сейчас 30 секунд постараюсь перчатки да с перчатками и правда неудобно ставить форму но я на самом деле настолько к этому привыкла я когда работаю перчатки не снимаю даже дело не в эфире я всегда работаю только в перчатках и форма всегда оставлю только в перчатках чтобы форма не липла нужно просто кончиками пальцев аккуратно к ней при прикасаться не сильно ее поджимать тогда она не будет очень сильно липнуть нам главный параметр то что у нас форма установлена с дергиванием то что здесь у меня небольшая сейчас небольшой такой отступ от свободного края в принципе ничего страшного сильно нам погода это не сделает посушила подложку и следующим этапом я начну моделировать ложе еще раз повторюсь я вначале сказала что не хочу делать выкладной френч знаете такой вариант для тех кто не хочет с френчем заморачиваться но при этом хочется какой-то сложности в моделировании добавить soft milk white гель я буду использовать такой красивый молочный выкладывать его начну в центре от кутикулы то есть моя задача сейчас смоделировать ложит перекрыть линию гиппанихия и дальше уже будем ваять с вами красоту выкладываю материал на поверхность в центре подталкиваю его к кутикулу начинаю спускаться наполнять боковые поверхности определяю границу материала соответственно формирую наполнение с одной стороны разворачиваюсь перемещаюсь теперь с другой стороны делаю то же самое определила границу и наполнила смотрите такой вариант у нас будет я еще раз повторю что мы не будем с вами сейчас моделировать ровно ложа ровную линию улыбки сделаем ее такую произвольную вот как получится сейчас я перевернула ручку для того чтобы материал сцентровать напомнить его подправить видите гель очень хорошо сама выравнивается моделируется такой блик идеальный получается вот таким образом можно чуть-чуть вот сюда высоты добавить дальнейшем в центральном продольном добавляю и быстро переворачиваю чтобы толщины материала от большой капли гель не просел по бокам я думаю что нам будет достаточно и я просушиваю просушиваю и дальше уже мы с вами будем в творчество переходить взяла вот такие дико рашки можете любые использовать любого цвета то что вам по душе то что ближе выбрала два таких цветом 310 и 284 вот в таком сочетании кажется прикольно будет смотреться что я буду делать следующим этапом я возьму немножечко бейс гель для того чтобы создать дополнительную липкость на подложке прямо так капельку той же самой кисточкой для моделирования то есть хочется сделать прикольно но при этом минимально заморачиваясь я вот частично сделаю промазывающее движение на подложке в совершенно в хаотичном порядке далее возьму декорации которые я хочу использовать также в хаотичном порядке выложу их на подложку мне хочется чтобы часть свободного края у меня была с таким с витражным эффектом где-то чуть больше шире где-то чуть меньше сейчас излишки уберу подтягивая тут уже полет вашей фантазии вот в каком порядке вам хочется это видеть в таком вы можете и выкладывать и вот здесь ближе к ногтевому ложе вот так такой вариант подсушиваю просто буквально несколько секунд для того чтобы подфиксировать и следующим этапом уже на свои декорации я буду выстраивать толщину материала тем же самым прозрачным скульптурным гелем форм гель клер я его почему взяла у него высокая вязкость и он хорошая высота стояния капли то есть он хорошо стоит для тех задач которые сейчас я перед собой поставила он идеально мне подходит я выкладываю прозрачный скульптурный гель именно в той зоне вот в той части где были у меня декорации выкладываю его с значительным возвышением делаю это для того чтобы у меня потом этот материал прошел в ушел в пропил и получился красивый стеклянный такой эффект часть ногтя у нас будет витражная можно выложить в одну каплю видите достаточно высоко стоит если я разверну по боковой линии увидеть и вторым слоем можно добавить сюда добавляют так как здесь у меня тоже частично были выложены декорации прям вверх его накручиваю то есть обеспечиваю ему такое вертикальное стояние здесь сразу во всех местах сделаю первым слоем вторым продублируем и добавляю здесь тоже накручиваю прям накрутила видите сразу какая высота получилась вот такой вариант и сушу тоже подсушим 30 секунд и в центре я немножечко добавлю высоты подсушиваем пока подсушивается я дополнительно набираю на кисточку еще материал и буду сейчас его добавлять выгружаю смотрите когда вы подсушили по горячему может немножечко он подплывать да не так не такая не такая высокая будет у нас конструкция поэтому контролируйте этот момент когда вы выкладываете то граница которая вам интересно вы ее выкладываете и по боковой оси разворачиваете смотрите хватит вам вот этой высоты или нет я делаю прям с хорошим запасом чтобы вот у меня наверняка получилось то что я задумала и в носике тоже немножко добавлю быстро здесь по боковым сторонам хотя я понимаю что мне здесь высоты хватит вот такой пока непонятной формы у нас выходит свободный край подсушивая сейчас у нас моделирование которое требует таких этапов присушки достаточно хороших поэтому в тот момент когда я подсушиваю если у вас возникают какие-то вопросы вы можете мне их написать и как раз у меня будет время вам ответить так далее а вот еще кстати не сказала мне еще понадобится я хочу добавить туда немножечко белого поэтому мне понадобится белый лотос очень плотный наш любимый гель-лак белого цвета в один слой он очень плотно ложится смотрите что я сейчас буду делать я белым лотосом буду перекрывать вот это возвышение бугорочки вот эти цветные которые я смоделировала прям кисточкой я конечно это делаю максимально аккуратно да не то чтобы вы взяли там по подложке и размазали хаотично нет максимально аккуратно но при этом вырисовывать прям не стоит вот так плотненько все вот эти возвышения из прозрачного геля моя задача перекрыть цветом перекрываю сразу тоже делаю это на трех вот этих частях мной смоделированных уже можно прям вот так загрузить и пройти если кто-то также страдает как и я перфекционизмом до всегда об этом говорю есть у меня такая история поэтому я могу дополнительно еще пройти или не арочкой более четко обвести конечно на себе опять таки да на весу смотрите в принципе когда вам если вы моделируете такие ноготочки на всех пяти пальчик когда на десяти пальчиках соответственно вы можете прям на всех выложить на всех перекрыть прокрасить и потом полностью просушить можно это делать такими с этапами с промежуточными этапами такой получился у нас вариант непонятно да пока что будет мне почему-то захотелось сегодня именно такой вариант сделать нестандартный нестандартного витража когда мы просто выкладываем от ногтевого ложа делаем протяжку по свободному краю и перекрываем это прозрачным гелем мне захотелось сегодня творческого такого немножечко разбавить наши серые будни пока подсыхает следующим этапом что мне нужно сделать то есть я хочу чтобы у меня при апеле какой я себе задачу поставила я хочу чтобы у меня при апеле часть ногтя была прозрачная это прозрачная часть была сначала в белой окантовки а потом мне хочется добавить в эту часть фиолетовой окантовки поэтому я вот сверху буду перекрывать этим цветом еще подсушиваем и теперь то же самое что я делала с белым лотосом я буду делать уже с выбранным мной вторым цветом смотрите также просто кисточкой цвета если вы будете такую штуку вообще повторять и такое делать выбирайте цвета чтобы они были плотно пигментированы чтобы вам достаточно было пройти одним слоем не нужно было повторять в два слоя прокрашивать на все-таки это дополнительное время поэтому я прям кисточкой по границе прохожу все-таки у нас здесь нет какой-то такой четкой супер формы четкого рисунка он просто такой произвольный у нас получается дети цвет очень плотно ложится очень плотно перекрывается то есть я буквально уложила кисточку установила ее нажала меня кисточка просела и полностью прокрасила в тех местах где есть необходимость я возьму просто продублирую для более ровного потом четкого результата вот таким образом видите цвет классно очень плотно перекрыл белый интересно смотрится и я просушиваю моя задача потом на ноготочки получить такие ну где-то будут круглые выйдут в пропил хаотичные пятна которые будут иметь определенную цветовую рамку для этого я выбрала белый лотос и триста десятый цвет мне хочется такое сочетание сегодня сделать просушить нужно хорошо девочки цвет тоже время полимеризации у нас материала в две минуты это касается и гелий и цветов для того чтобы хорошо просохла нужно две минуты я сейчас просушиваю именно качественно чтобы при апеле поверхностном у нас материал уходил в пропил хорошо просушенный и не портил нам форму чтобы границы у него были четкие поэтому конечно же когда вы моделируете полностью вот всю ручку удобно это сделать сразу на пяти пальчиков быстро нанесли и все просушили смотрите вот такой пока непонятный вариант у нас на подложке получается далее я беру цвет двести восемьдесят четыре совершенно неожиданно но сочетание просто обалденное на мой взгляд форма ложа ногтевого у нас по факту то тоже будет произвольно что я дальше делаю я просто беру и прокрашиваю полностью вот как выйдет в пропил так и выйдет смотрите полностью просто прокрашиваю здесь цвет конечно не такой плотный как предыдущий поэтому при желании вы можете например двумя слоями пройти сделать это можно достаточно быстро видите без лишних заморочек вот просто кисточкой где-то слой чуть больше но главное чтоб он у вас дошел до параллели боковых смотрите можно перевернуть перевернутом положении сделать прокрасить я думаю что я для полноты картины цветовой все-таки сделаю это в два слоя есть некоторые продирания поэтому где-то подправим сейчас два слоя и прям цветом зайду на ногтевое ложе где в рост и у меня вот такой вариант подсушиваю огонь спасибо но это у меня сегодня на самом деле пришло думаю вот хочется сделать что-то прикольное но чтобы это было вот как получится да чтоб не сидеть не выпиливать ложа не пилить эти линии улыбки то есть у нас по сути мы с вами берем элемент из 3d френча так как мы будем с вами работать акригель акригель прозрачный нас будет акригель глаз это элемент из 3d френча но и с витражом мы его посочетаем тоже сейчас быстренько вторым словом пройду и вот просто взяли кисточку да не нужно ничего это вот кайф для мастеров знаете которые хотят что прикольно сильно заморачиваться не кайф сидеть там что-то вырисовывать ну может же быть у нас и такое настроение правда ведь не всегда есть желание сидеть и и что-то выписывать взяли быстренько более плотно я просто пришла более плотно цветом досушивая его досушивают цвет пока цвет у меня досушивается я подготовлю себе следующий материал сейчас уберу лишний листик он вам глаза не портил нам чистоту на столе чистоту картины и приступаю уже к работе акригель глаз прозрачный акригель смотрите он отличается чем почему я именно его взяла именно прозрачный акригель они форм гель также как я работала изначально в чем разница форм гель клер смотрите это стекло это эффект стеклянных витражных ногтей все-таки акригель у него есть такая вот легкая замутненность видите он в сравнении с форм гель клером он мутный он мутный и он хорошо перекрывает все вот эти вот нюансы если это просто залить прозрачкой но это будет некрасиво что я делаю я выдавливаю смотрите достаточно большое количество материалов прям выдавливаю из тюбика и выгружаю его на поверхность ноготка мы будем естественно пилить конечно же будем опиливать разношу я его при помощи апельсиновой палочки вот прям по факту много взяла антисептика видите прям с водой аккуратно и разношу перекрываю ложе дополняю перекрываю все все мои вот эти господи как же это назвать горки горки на поверхности свободного края прям спускаюсь единственно здесь момент просто чтобы у вас где-то пузырей внутри не осталось иначе и будет потом видно перекрываю протягиваю до свободного края выглядит это сейчас непонятно и кажется что это очень толсто но мы быстро с этим справимся первоначальная пил выполним сначала фрезой уберем излишки большие толщины стараюсь прям я закладывать полностью полностью единственное что контролирую в данном случае вот здесь вместо стыка чтобы у меня провала не получилось и центральный продольный сгиб был плавный поэтому я прям с запасом разношу именно на зону свободного края возьму еще немножечко кригеля буквально капельку понимаю что да у меня здесь будет опиливаться но мне хочется избежать там именно пузырей по боковой линии чтобы в боковое ребром не ушел пузырь и не получилось дырочка потом подтягиваю к в росту ногтевому тоже подхожу закладываю там во избежание каких-либо трещин смотрите вот такой вариант мы можем потом на грубую опилить и если мы поймем что вдруг нам где-то не хватило хотя очень сильно сомневаюсь тут может что-то не хватить мы уже с вами можем это все добавить вот такой большой у нас получился много такой жирный свободный край но вопили потом это будет красиво когда пойдет это в пропил откроется часть свободного края прозрачная будет очень прикольно смотреться но я так думаю что будет прикольно смотреться мы сейчас с вами вместе экспериментируем какой совместный у нас эксперимент два цвета вот такие два цвета потом еще дополним все это дизайном у нас получится очень такой радужный весенний-летний уже ноготок я подсушила теперь можно снимать форму нажимаю на форму с одной стороны нажимаю с другой стороны верхние боковые части отклеили формочку вниз опустили и сняли посмотрите какой он тоненький посмотрите какая арка прикольная получилась такая зауженная очень тоненькая а вот это сверху на поверхности мы с вами уже начнем опиливать я обезжириваю ногтевую пластину полностью всю нашу конструкцию и для того чтобы сейчас в эфире два часа не пилить и конечно вы понимаете что очень много времени нужно дано такое пил поэтому я беру керамическую фрезу я кстати всегда работаю керамикой беру керамику и сразу вот то излишнюю толщину очень большую толщину я начну понижать при помощи фрезы смотрите видите что начинает у меня открываться вот они мои прозрачные части прям грубую конечно основную архитектуру правильную красивую архитектуру мы с вами будем опиливать уже вручную но самый такой грубый вариант 1 я пилю я пилю при помощи фрезы можно посмотреть в торец увидеть какая у меня здесь толщина прям верх ногами перевернуть излишки материала убрать фрезой конечно нужно контролировать да там с лишнего не перепилить изгиб поперечный плавно плавно начинаю излишки снимать ну что можно уже в принципе пилочка поработать до чтобы прям не убрать лишнего конечно пилочка нам понадобится 100 на 180 единиц лучше такую работу выполнять новой пилочкой начинаем опил мы классический вариант у нас того что мы открываем толщину торца обратите внимание пилочку при пили поставлю с значительным наклоном прям сильно раскрываю пилочку на себя убираю излишки под углом черновой вариант конечно смотрите какая толщина открылась открыла толщину посмотрела сюда увидела что да мне здесь можно еще фрезой поработать развернула пальчик смотрю вот сюда в толщину ребрышка и начинаю еще немного дорабатывать до снимать именно фрезой мы не можем себе позволить сидеть там по три часа пилить поэтому за снимаю дорабатываю большое количество материала дорабатываю дорабатываю именно снимаю фрезой можете прям перевернуть конечно на себе и бромпер с ногами переворачиваю убираю все остальное допиливаем вручную так щёточку можно взять дальше можно взять щёточку смотрите я сейчас вижу что у меня на носике видно вот у меня подложкой на носике материала чуть-чуть не хватило лучше увидеть что не хватило и чуть-чуть добавить то есть тут буквально вообще горошинкой обезжирила убрала пыль и вот прям возьму с тюбика из тюбика добавлю на поверхность также палочкой апельсиновой разровняю вот я просто просто толщину главное чтобы она мне не завернулась под свободный край там излишек потом нам не нужно выпиливать а так вот только носик торец проконтролирую буквально чуть-чуть присушу 30 секунд смотрите что касается опила вот в чем именно смысл пока ноготок досушивается в чем именно смысл современного этого миндаля и вообще почему я решила провести эфир именно на эту тему очень большой запрос мне достаточно часто девчонки присылают фотографии с ногтями которые очень сильно похожи на салонные пайп то есть сбоку они выглядят с острым острым носом и боковая параллель вот здесь получает такой четкий угол то есть по сути это pipe но есть форма когда мы вот этот угол начинаем скруглять и при виде сбоку у нас ровная боковая параллель но четко вот этот угол скруглен то есть тут вопрос можно и так и так но именно вот это сейчас тенденция этого современного миндаля она предполагает тот факт что угол мы этот за закругляем не оставляем его четким не оставляем четким острым для того чтобы у меня сохранился размер поперечной арки основной опил мне нужно выполнить сначала по поверхности то есть сначала убрать основную толщину с поверхности и только потом начать начать выравнивать боковые параллели поднимать поэтому я продолжаю опиливать но уже вручную при помощи пилочки сейчас не очень телефон мне конечно не очень помогает потому что в большей степени передо мной телефон чем ноготь я двигаюсь пилочкой полностью всей плоскостью у меня большая толщина мне сразу нужно всю эту толщину снимать по всей поверхности сначала боковая поверхность с одной стороны вот здесь излишнюю толщину я сразу вот сюда смотрю в ребрышка и мне вот эта толщина вся видна она мне вся открывается опиливаю по боковой поверхности выхожу на поверхность свободного края также при этом при опиливаю смотрю в торец чтобы убрать необходимый материал и не убрать лишнего разворачиваю перехожу на другую боковую поверхность также при этом не забываю смотреть в торец полностью прям зафиксировала пальчик я сейчас смотрю конечно же в толщину торца при пили и снимаю основную толщину с зоны свободного края пока не переходя на ногтевое ложе пока не переходя в зоны ногтевых в ростов только поверхность свободного края или на так что мы сейчас сделали мы убрали видно да где-то прозрачно чуть хуже видно где есть цвет чуть лучше на черновой такой вариант основную толщину с поверхности я все убрала старцом мы тоже еще до работа до нас не окончательный вариант мне главное увидеть что у меня основная масса с толщины моей она ушла где какая арочка получилась зауженная за счет того что мы форму хорошо заузили с вами как на стилет и далее я могу уже приступить к пилу поверхности в зоне ногтевого ложа укладываю пилочку зачищаю более мягкой стороной более мягкой стороны зачищаю границу гель натуральный ноготь спускаюсь по боковой поверхности плавно спускаюсь к ростом ногтевым зачищаю эту границу разворачиваюсь продолжаю зачищать границу гель натуральный ноготь с другой стороны видно у меня так не симметрично уходит в пропил свет уходит в пропил граница камуфлирующего геля и цветного материала также смотрю в боковую поверхность чтобы вот не перепилить точку апекса сохранить обязательно нужно при апеле контролировать толщину при взгляде с торца вот у вас торец и вы смотрите вот они боковые поверхности с одной и с другой стороны выравниваете делать их симметричными когда вы эти боковые поверхности выровняете они у вас будут абсолютно по толщине идентичны друг другу вот в перевернутом положении ноготок у вас здесь будет симметрично за ужин то есть двух сторон не будет пузатей с одной стороны чем с другой поэтому это все можно контролировать при взгляде с торца конечно когда мы поднимем боковые параллели у нас откроется дополнительная толщина мы ее повторно доработаем по поверхности но сейчас дорабатываем то что нам видно на данный момент немножечко убираю толщину я посмотрела в торец увидела что она мне там присутствует еще чуть-чуть ее подберу смотрите черновой вариант нашего ноготочка он у нас в принципе готов и мы можем приступить к тому чтобы начать поднимать боковые параллели боковая параллель у нас должна быть параллельно боковой оси пальца поэтому пилочку я укладываю непосредственно под провисающую часть и стараюсь двигаться таким образом чтобы она у меня ходила параллельно боковой оси здесь я так как на себе пилю да я своим большим пальчиком придерживаю за подушечку пальца свой ноготок начинаю поднимать делаю это всегда одну боковую часть по ним поднимал параллельно с другой я вижу что здесь у меня есть еще что поднять но я сначала выровняю здесь перейду на другую сторону то есть я их будут друг друга подгонять при этом контролировать и при взгляде сбоку и при взгляде с торца и начинаю поднимать конечно на себе так не так получается шустро но тем не менее обязательно когда выравниваете вот боковые параллели уголочки обязательно разворачивайте пальчик смотрите на него в расслабленном положении с одной стороны с другой стороны смотрите в торец на уголочке еще чуть-чуть подтягиваюсь соединяю боковую линию свободного края с боковой линии натурального ногтя и у меня естественно начинает открываться толщина здесь она мне незначительно так как мы хорошо поработали с ней на поверхности то есть тут у меня какой-то супер огромной толщины уже и нет смотрим в торец можно пилочку подложить вот она арочка смотрим на уголочки которые должны находиться на одном уровне и смотрим в угол наклона вот для того чтобы у меня эти углы находились на одном уровне вы можете прям взять подставить пилочку посмотреть вот один уголок вот 2 чтобы они были на одном уровне если я вижу что один угол у меня уходит значит мне нужно развернуть пальчик в этот угол уходящий упереться с большей силой то есть вот я просто наметила себе развернула посмотрела ага стали углы на одну на один уровень соответственно я опять упираюсь и можно пилочку прям как смычок укладывать и стараться чтобы она у вас двигалась четко вот упором на свой пальчик когда вы клиенту пилите вы точно так же до держите вот большим и указательным и также пилочка у вас будет двигаться не в воздухе болтаться именно двигаться четко дорабатываю с торцом смотрите по углу вот этому по углу вот этого наклона здесь он может быть разный правильно и так и так то есть я могу его вот так сделать вот так сформировать как сейчас могу еще сильнее на себя раскрыть пилочку и сделать его более развернутым то есть более острым здесь все зависит от того что вы хотите в итоге да на выходе что вы хотите получить я сейчас не буду сильно разворачивать и прям сильно делать большой угол наклона если вы моделируете например french юлинка есть карандаш или ручка что-нибудь вот спасибо если вы например моделируете и ложа у вас здесь выложена именно смоделирована ложа выкладного french а то вот этот угол наклона будет хорошо сочетаться если они будут лежать в одной плоскости свободный край и линия french а то есть удлинение самого ложа интересно ручка сотрется до стирать попробовала потом решила посмотреть сотрется или нет все зазорчики я прям оттягиваю видно своим пальчиком я оттягиваю боковой валик все зазоры все ступеньки вот все места присоединения очень четко подчищаем чтобы не было у нас тут никакого никакой границы и вот при скажем так проверки можно пальчиком уложить можно своей рукой проверить потому как если здесь какие-то будут ступеньки все туда потом попадут волосы пойдут туда трещины то есть это такой момент который мастер должен очень четко контролировать с одной стороны я проконтролировала здесь также вот натянула валик раскрыла и почистила уже до прям чистоты с другой стороны боковую параллель перевернули посмотрели с внутренней стороны увидели что вот это ребрышка у меня такое более толстая ну там у нас еще и был момент немножко формы я подпережала тоже вот эти все все моменты архитектурные смотрите со всех плоскостей смотрите сбоку смотрите центральный продольный изгиб переворачивайте ноготок смотрите с внутренней стороны он тоже должен быть чистым он тоже должен быть красивым и выравниваю продолжаю дорабатывать торец смотрите важный момент именно по форме смотрите положила пальчик важный момент именно по форме вот этого свободного края вот он миндалевидная форма свободного края когда мы моделируем обычные салонные ногти каким образом миндаль формируем мы установили пилочку и начали заужать сбоку до сбоку в центре сбоку в центре здесь другая история для того чтобы у вас получился красивый четкий миндаль в зоне свободного края вам нужно чтобы у вас толщина торца была идентична вот как только вы выравниваете если посмотреть торца у нас нижняя арка она же ровная мы форму устанавливали она у нас четко ровно как только выравнивается толщина торца при взгляде сверху выравнивается и форма свободного края именно поэтому я чуть-чуть еще дорабатываю с толщиной торца соединяю две линии конвекса конкеева которые находятся в зоне свободного края для того чтобы у меня более гармонично смотрелась форма чтобы она была чистая вот он мой красивый носик сейчас его прям доработаю чуть-чуть вот в носике толщину как только я чуть-чуть в носике толщину доравняла у меня сразу форма стала еще чище более четко она сразу не стала на место после такого опила поверхностного мы покрутили ноготь посмотрели на него со всех сторон я уже не буду сейчас до супер-супер идеального идеала пилить я могу не остановиться просто смотрите что теперь можем и сделать мы видим что в перевернутом положении тут у меня чуть-чуть пузичка допустить вот здесь пузит то есть доработать его именно переход от зоны кутикулы боковых поверхностей вот вот эту часть доработать уже на частоту до ноготь искусственный да мы его смоделировали но при этом он все равно должен смотреться максимально натурально не иметь бугров четкого перехода поэтому все вот эти границы наполнения материалом у нас обязательно должно быть плавно мы его вычищаем вычищаем зарабатываем по поверхности вот у меня это пузико я вот здесь немножечко подбираю вот так гораздо лучше получается до очищаю мы уже с вами заканчиваем на финишном этапе что касается центрального продольного изгиба очень часто задают вопрос что миндаль вот такой современный миндаль что он должен иметь подъем а потом быть абсолютно ровным по плоскости нет он не должен быть абсолютно ровным плоскости здесь четко не должно быть все таки плавный подъем и плавный спуск свободному краю он должен обязательно читаться сейчас вопрос я постоянно спиливаю пузичка до натурального ногтя никак не освоен наращивание вот здесь спиливаете если я правильно поняла когда вы пилите обязательно меняйте угол наклона пилочки не пилите вот вот так в одной плоскости у вас же здесь тоже поверхность вот сейчас очень хорошо девчонки смотрите в торце видно вот здесь у нас ноготок изогнут соответственно при опеле мы должны менять угол наклона пилочки вот постоянно меняем 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 то есть проходим повторяем форму когда вы будете вот так именно двигаться у вас не будет поверхность уходить в пропил а если вы пошли просто вот так по плоскости то вот эти места они сразу оголяются поэтому без давления на пилочку работаем исключительно за счет абразив чека то есть пилочкой на ноготь не давим вот есть у нас абразив напилки мы двигаемся мы им работаем я сейчас еще немножко изгиб продольный решила почистить чтоб вот он у нас прям не классный получился такой суперский чуть-чуть до очищаю тоненький такой красивый останавливаюсь далее я приступаю к шлифовке приступаем к шлифовке сначала прохожу грубой стороной смотрите так как ложим мы смоделировали не симметрично вот как выложился материал вот как он лег такой в хаотичной такой форме здесь только важно чтобы максимально цветом в рост и ногтевые перекрыть но при этом даже при отсутствии четкой симметричной линии улыбки все равно смотрится просто классно почищаю обращаю внимание на боковую параллель мы с вами обсудили это в начале смотрите у вас здесь может быть четкий угол а может быть закругленный сейчас такая тенденция что просто эти углы скругляются давайте сделаем скажем так в ногу со временем я параллель оставляют такой же четкой ровной я только скругляю вот этот уголок по сути у меня остается такая же арка он у меня остается красивым миндалевидным при взгляде сверху но сбоку у меня вот эти параллельки они скруглены это такая новая фишечка смотрите видите арка какая он классный он такой же арочный но вот эта фишка именно такого миндаля арочного она сейчас очень 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 входит в моду поэтому основываемся мы на классическом арочном моделирование на постановке формы на классический арочный квадрат но при этом сопоставляем до два параметра заужаем форму как на миндаль дочищаю по поверхности уже дошлифовываем и чистоту дошлифовываем и чистоту и сверху мне конечно такой вот такой яркий такой классный вариант хочется добавить разбавить его дизайном прикольным таким же не знаю шкодный такой ноготь получился на мой взгляд также убираем опил излишки оставляю щеточку можно взять влажную салфетку я возьму для того чтобы убрать излишки опила именно именно здесь с поверхности мне к этому цвету очень нравится такой вариант таких же смешных декораций наша страж страна чудес почему бы и не там сейчас не очень легкие времена поэтому мне кажется маникюр должен быть максимально максимально радостным мне очень нравится этот крокодил просто суперски будет сочетаться я его вырезаю подготавливаю далее естественно нам понадобится топ слайдер наносить его на всю поверхность ногтя смысла нет юля есть водичка пожалуйста да просто для слайдера салфетки положим пока на салфеточку его положим нет у меня воды под рукой вот так чтобы он напитывался влагой я поверхность после опила обезжириваю так как я еще этого не делала убираю злышки опила сейчас после обезжиривания такой быть ооооо сразу такой классный эффект красиво он заиграет внутри и конечно же девочки конечно же такой вариант кайф под глянцевым топом я очень люблю матовый топ очень мне нравится матовый но такой вариант конечно круто будет смотреться за счет того что мы с вами его сочетались витражом он круто будет смотреться с глянцевым топом слайдер топ использую эфир сохраним обязательно эфир сохранится смотрите не хочу здесь излишнюю толщину добавлять поэтому слайдер топ нанесу только в зоне ногтевого ложа только там где мне нужно прикрепить декорацию и вот сюда чуть-чуть центр протяну потому что я еще шермик он хоть туда добавить 30 секунд слайдер топ подсушиваю 30 секунд подсушиваю проверяю отлично уже напитался влага сейчас 30 секунд и мы будем хочу себе такие сделать да я после каждого курса после каждого эфира когда моделирую что-то такого вот не стандартная хочу себе загораюсь хочется конечно такой яркости прикольный мне это вот мысль пришла в голову именно сочетание такого и нестандартного с одной стороны подхода и но на самом деле это согласитесь техника не такая уж и легкая да то есть определенно сложность не есть но при этом она легка в исполнении вот он вот он прям сейчас мы его возьмем на эту волну поставим сейчас лапка чтобы четко читалась где он у меня прям под кутикулу его заведу на кажется он сюда прям бомбически подходит по сочетанию цвета вообще очень удачные у нас декорации весна лето просто бомбически можно сочетать и от супер нежных каких-то вариантов да вот таких ярких то смешных и веселых также подсушиваю буквально несколько секунд подсушу смотрите толщины если не хотите я специально протянула слайдер топ именно на центральный продольный изгиб с таким заходом что я хочу туда куда шармик он добавить а сейчас надпись какой-нибудь можно что-нибудь добавить про мечты мне кажется это прекрасный вариант так смотрите подбираем тут уже вот как вам хочется к можно вот поперек пустить там надпись например такую сейчас я вот ее увидела кажется прям прикольно будет смотреться отделяю надпись не покрываю топ-текласом я просто возьму часть слайдера часть слайдера и просто его обезжирю обезжирю создам глянцевую поверхность потому что архитектура мы пилили он такой четкий классный получился и разбавлять его а вот так разбавлять его добавлять в архитектуру излишней толщины мне не хочется вообще люблю ногти очень тонкие изящные эстетичные так раз подфиксирую пальцем подтяну тут уже девочки конечно же полет фантазии вот как вам хочется вариантов просто дизайнов целая куча хотите сделать и потом например им пастой там дополнительно какую-то прорисовку по поверхности тут вообще вот как ваша душе угодно и сверху я начинаю покрывать топом ультрашайн топ ультрашайн жесткий он стекловидный очень блестящий и для нашей части вот это с дизайном очень очень классно подойдет максимально подталкиваю к кутикуле перекрываю границу геля обязательно нужно будет перевернуть и сцентровать материал шермикон немножечко у меня не доприлип мне главное вам показать эффект да естественно я носка у меня не будет с этим ногтем не буду ходить видите покрывается когда прозрачкой открывается именно прелесть техники витражной и получается очень очень прикольно сейчас я выровняю по поверхности его переверну также сцентрую добавляю немножечко толщину где у меня шермикон был переворачиваю сцентровую можно в перевернутом положении дополнить вот здесь выровнять такой вот такой вариант ну а здесь девочки отошел уже пилочка уберу хорошо а не судите меня строго и переверну и посушу досушу сейчас его доправлю вопросы какие есть если у вас вопросы можете позадавать ноготь поднимает настроение да и правда вообще на самом деле когда ты кайфуешь от того что ты делаешь когда тебе нравится своя работа тебе нравится результат конечно это кайф это кайф ты смотришь любая работа она будет поднимать настроение так ультрашайн сушим естественно две минуты девочки не буду сейчас это делать для того чтобы не занимать время вот здесь шермикон у меня немножко отошел я его подтянул просто чтоб визуальный эффект чтобы мы ноготок покрутили посмотрели убираю излишки опила смотрите вот такой вариант я сейчас попробую его сделать ближе вот на прозрачном фоне классно он играет не знаю мне нравится мне нравится именно прикольно вот это сочетание по боковой оси когда ты на ноготь смотришь именно сочетание того что там внутри что то есть красивое что то есть прикольно то есть новость который хочется рассматривать накосячила немножко с покрытием но сути это не меняет посмотрите сверху когда мы смотрим на ноготок он у нас четки миндалевидный когда мы смотрим в торец мы видим что ноготок у нас имеет арку арку четку по поводу углов вы можете регулировать это самостоятельно не вопрос хотите оставьте здесь четкий угол острый хотите закруглите его то есть вот такой вариант современного миндаля то есть это сейчас тренд это сейчас модно это сейчас очень актуально то есть мы получаем такой прикольный красивый арочный миндаль сейчас я разверну разверну камеру еще раз то что ж такое сегодня у меня просто как это волшебство с эфиром происходит долго его загружала не получалось у меня теперь долго переключаюсь спасибо всем башете как я активно пилила у меня спасибо всем большое за эфир посмотрите какой ноготок получился такой радужный веселый поднимающее настроение очень надеюсь на то что мой эфир тоже поднял вам настроение доставил удовольствие если у вас остались какие-то вопросы пишите в комментариях эфир мы обязательно сохраним я также выложу это юль муж моим 100 открыть я также выложу у себя на странице в инстаграм у себя в контакте выложу stories где можете пройти по ссылке сможете пройти и дополнительно посмотреть хотела показать страницу в инстаграм но как-то долго долго все получается шикарный ноготок спасибо девочки если у вас будут вопросы пишите мы сегодня моделировали миндаль современный миндаль арочный использовали несколько техник сейчас наберу инстаграм для тех у у кого нет использовали несколько техник покажу сейчас переверну хочу показательство страницу свою здесь у нас была и техника из курса 3d french и в принципе моделирование такое арочная поэтому все велкам всем спасибо показываю свою страницу и уже выключаю выключаю эфир заканчиваю спасибо всем большое это моя страница в инстаграм тоже можете увидеть вот посмотреть она такой же достаточно такая яркая может у кого-то тоже поднимется настроение так что всем спасибо девочки всем пока